вот я сейчас смотрю до листа вот список присутствующих здесь и как я уже сказал до этого да какой-то период вашей жизни я сделал вас немножко счастливей добавил вам чуть радости волшебством и магии а в какой-то период я под нас ну короче нахуй вертел там кто-то кто-то но получил весом ущерб от меня кто-то особо его не ощутил у кого-то даже несмотря на то что я ну типа ну и если что я прекрасно понимаю сейчас по крайней мере понимаю в какой-то степени это понимал и тогда да какие вещи отворю и именно вещи но нет я все-таки все-таки остановлюсь на чем именно да хоть вы все и знаете прекрасно ах да простите я сейчас скажу еще раз четвертый раз просто я это скажу на запись для тех кто будет смотреть потом целью одной из главных целей вот этого эфира и я планирую провести более на более широкую аудиторию до эфира с играми или телеги целью этого всего в первую очередь является отсечение возможности исключения вообще вероятности того что я продолжу принимать деньги под те механизмы которые принимал до под механизмы под названием сережа вот и ну вот что вот и да я буду еще раз говорю я буду постоянно курить так вот вот у меня там маленький план я все-таки попробовал составить на доске ни хера не получилось я его переписывал типа раз 5 другом мы тут сидели блин я хочу в туалет я пойду и так я вернулся блин извините пожалуйста я просто по пути к вам уебал с ногой очень сильно хотел слышали мои крики поэтому задержался так вот у меня вон там на доске написано вот прям блять план план эфира кстати где-то дня три назад я с чатом gpt попробовал составить план мы же все таки агрейменно современная я вперед наверное вот по тому плану который весьма конструктивный ну типа поэтапный структура как раз на цель ну направлена на то чтобы донести суть эфира а вот по этому плану я пойду когда буду делать большой эфир сейчас я как бы как-то мне бы хотелось спокойно ну поближе типа ну с вами во первых потому что у вас мало во вторых потому что у нас связывает одна из самых одна из самых тесных и сковывающих связи денежные отношения да вот но опять же денежные это я не знаю как говорят определенный вид энергии господи восстала восстала намного больше вот и и я вижу я вижу ряд лиц которые очевидно питают ко мне ну глубочайшую ненависть и я их прекрасно понимаю алиса поняла руку давай алиса говорит блин вы просто так поднимаете руку типа потому что знаете что что меня нет ладно вот вот поэтому здесь я ну не хочу как-то заученный текст какие-то блять бесконечно говорить хотя очевидно я и на других вот здесь мне бы хотелось блять вот там так вот вот там на доске написано попросить прощения и я бы не сказал что мне ну я я наверное перед каждым из вас просил прощения за какие-то свои косяки а как мы знаем типов косяков у меня конечно много но особо выделяются вот эти вот знаете вот это моя любимая поставить срок очевидно неадекватный ну типа невозможный к исполнению типа блять ну какие нахуй две недели или типа завтра да и естественно не выполнить его и что сделать пропасть блять ну правда типа простите меня за эту хуйню я при я прекрасно но я знаю насколько это выпешивает алекс родной вот тоже поднял руку просто чтоб я тыкнул вот серёж привет привет дорогой слушай смотри вот тут собрались люди мы слушаем и пока ничего не говоришь у меня время очень ограничено а можно ты можешь по делу сказать вот ты просто сказал эфир проведешь и отвечу на вопросы сейчас прошло там 15 минут это как бы ты здорово рассказывает что ты про косящу въебался на самом деле давно это рассказывать может если у тебя реальный план что ты планируешь делать и ответ на вопрос был ли у тебя какой-то механизм на самом деле или это все да да как бы ну фантазии и вот просто конкретные сроки вот ты говоришь я не умею я не знаю как ставить там все такое ну это же не не решение проблемы ты же понимаешь хочется услышать просто какую-то конкретику и факты понимаешь да все вот скажи пожалуйста будет ли она просто если нет я не буду тратить время я пойду у меня есть чем заняться если как она будет но она будет или сколько мне подойти а походи через минут 10 хорошо спасибо давай все давай связь так вот а чё я реально просто плиту ебаную воду окей блять я понял хорошо а тогда давайте пройдемся по вопросам в том числе и по тем блин ну вот он ушел сейчас алекс то ушел я слышу еще пока все отлично скоропостижный перейдем тогда к делу тогда пропустим блять вот я бы я был прав пропустим все вот эти этапы о там предыстории история все вот это ёбанька которую вы плюс-минус все знаете так вопрос алекса поняну в смысле вопрос алекса себя зовут алекс меня зовут алекс отлично чтобы правильно вопрос алекса это как бы главный основополагающий который всех вас интересует помимо этого вот пошел вы куда пропали слышно меня алекс ты вроде на связи слышно да я на связи так хорошо выйди с эфиром по поводу выплат так давайте тогда сначала 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 я пройдусь по вопросам алекса потому что ну очевидно у вас всех те же самые вопрос первое по механизму по механизму на протяжении разных периодов механизмы разные были тот кто у меня спрашивал какие именно я их ну я про них рассказываю а вот я не хотел на самом деле историю блять эту полетать но постараюсь очень быстро и кратко на первом этапе это было в 2022 году в 2022 году с февраля по по март как вы помните я активно занимался метавселенными и там тупой тупая спекуляция купил купил подешевле продал подороже ну как и подешевле а просто по стоимости рынка и по той причине что этот рынок вверх летел вы можете даже сейчас открыть опенси и увидите блять просто историю сайлов вот можно было просто покупать продавать но это длилось не сильно долго и если первые недели три начиная с 18 с 18 февраля 2022 года заканчивая примерно 6 7 марта мы можем даже сейчас ладно я стараюсь поскорей побыстрее разговаривать хотя вы знаете мне это дается хуёво потому что у меня осталось мало процентов а я долго не подготовился и возможно у нас будет перерыв на 10 минут вот если я внезапно отключусь знайте что через десять минут я вернусь так вот в период короче февраль-март вот этот начальный этап это была тупая спекуляция это все было все механизмы были построены на взаимодействии с нфт рынка в основном это было что-то элементарное тупейшие купил продал или же ну как я думаю многие из вас подписаны на меня давно вроде алекс тот же на меня подписан давно и застали ту эпоху когда я бесконечно блять выставлял stories лицемерил за всю тему а почему лицемерил потому что спустя какое-то время ко мне пришло блять полное отрешение всей этой сферы ну ладно это похуй мои эмоции чувствую вот это был первый механизм то есть я там в основном все это было с нфти после этого в начале лета примерно а там была еще пауза в апреле потому что у меня мама и на протяжении трех месяцев я вообще не понял отставить нет не так в середине апреля миша здесь миша который друг мой но миш но как же то может быть у меня просто есть друг который бесконечно меня во всех группах высочь миша здесь нет миша просто это застал очень плотно так ребята нас будет через две минуты перерыв на 10 минут если здесь присутствует за вен пишу ладно но если вдруг то я к себе и заряжу как раз так вот был период когда я дропал свои картины было в апреле в середине апреля и в общем-то до конца мая дропал свои картины продавал перепродавал опять же спекулировал и все вот эти блять там и блять раз получатся до них а также так вот представители и конференции и все мы еще на самом деле об этом решили на такое starter было и все эти кусины в Западе в одном патре и не все вот и есть там в нем когда ловите у нас ловите восемь на пересек и переходите в комфортах и на самом деле на самом деле не получается что если вы берете в то есть все ручка с вашим мысль может быть что вы были в нашей ассаде у нас вы готовы вот это было по- shopping с мамой и с мамой заложили в этом момент хотелось исправить Да уж. Ой, классно. А что, насколько я понимаю, трансляция не останавливалась, да? Да, Андрей, вам включили рот. Смотрите-ка, что я сделал. По свойственной мне манере я принес доску в надежде на то, что это добавит важности и истинности моим словам. Так, на чем я остановился? А, на механизмах, да. Многие, ну не знаю, все, все ли или не все, на протяжении всей моей деятельности, особенно в начале, когда я вообще никто не рассказывал, хотя на самом деле вот тогда-то можно было рассказывать вообще все. Блядь, у меня работает микрофон, или нет? Андрей, у меня работает микрофон? Блядь, блядь, по поводу механизмов, как же Серега зарабатывать деньги. Вот, блядь, вот эти постоянные, блядь, это какая-то скамная пирамидная хуйня. На протяжении всей вот этой истории было слышно. Так вот, в основном на протяжении всего времени я тупо или на первом этапе по исключительно, ну в смысле покупал-продавал, причем все это можно прозрачно отследить, то тупо, ну типа OpenSea, да, потому что все в курсе, что NFT-токены, где бы они, блядь, ни дропались, большинство из них появляется на OpenSea. И я тупо на OpenSea. Причем в начале это были только метровселенные. Ну вы помните, в смысле я это в сториз, конечно, выставлял. И где, блядь, я заставлял вас покупать, блядь, продавать, вот все вот это, блядь, все-все-все. Причем это были мои первые какие-то весомые деньги, не на искусстве заработанные. Кстати, к этому мы тоже придем. Какие-то периоды на начальном этапе, когда я брал, помните вот эта история, когда я брал инвестиции под токен, когда я брал NFT, изначально как бы моя затея заключалась в том, чтобы я, ну, в том, чтобы как-то, блядь, зафиксировать сделку, да, когда я брал вот этот NFT-токен, его выкупали у меня, то есть, блядь, инвестор получает токен, я получаю деньги и потом в обратную сторону. Ну, как мы все знаем, нихуя это не работало, потому что процесс это, ну, достаточно, казалось, трудоемкий, учитывая то, что в основном-то я взаимодействовал по уму или по глупости моей с людьми, а не так сильно близко знакомы с криптой, за что меня, ну, многие осуждали. Так вот, были даже периодически такие моменты, когда, ну, нихера никакая доходность не достигалась, да, и я что-то покрывал, ну, из давно мной проверенного, блядь, ну, я же, ну, на самом-то деле рисовал до, до, ну, до осень, до, блядь, нет, до августа, вот, первого года своей инвестиционной деятельности, да, вот, и, ну, не сказать, что вначале прям гибать как перло, хотя с самого первого дня я стал давать неадекватные, в смысле, какие-то проценты, и думал, что я не зарабатываю при этом, вот, ну, или зарабатываю, или проебываю все, ну, там, как-то яйца тоже. Тогда у меня, а, тогда же у меня осталось достаточно большой объем денег, вот, блядь, вот этих стекулятивных историй, бля, ладно, идем дальше. Алекс, скорее всего, задает вопрос не про тот этап, а про этап моей активной деятельности за, ну, вот, в этом году и до Нового года, то есть, ноябрь, Алекс, а ты зашел, вроде бы, в декабре, да, что я прям привязался к твоей личности, блядь, как раз, начиная с ноября, помните, вот это пресловутое слово протокол, который я очень часто использовал, а, в самом деле, слово достаточно всеобъемлюющее, блядь, и обширное, поэтому я наглосовал везде, где только можно, блядь. Каким образом я зарабатывал вот в этот период, ну, что, опять сейчас выключимся, не двигаться, но мне есть, а, отлично, опять 5%. Каким образом я зарабатывал вот этот период, запросил ворот? Начиная, наверное, с ноября, вот я тут взял доску, но, наверное, на доске я буду расписывать отдельно для тех, кому там будет интересно, какие-то детали, с радостью это сделаю и задушнюю. Но учитывая то, что в основном здесь люди, которые, ну, пусть минус покоен, эти технические всякие... вас 82 человека, и всех вас, я помню, я знаю, прям мои золотые. Вот я листаю, смотрю на вас. Ей-богу, кому-то из вас я принес прям дохилища. Так вот, на протяжении периода с ноября по февраль, по 15 февраля, 15 февраля это мой первый кризис, это, блядь, первый роковой ебаный день в моей жизни. Вот как раз-таки до 15 февраля я тестировал там все, что только можно, и это перло. Что я делал? Я совал, ну, типа, DeFi каким-то образом, блядь, ну, типа, всеми возможными изъебами взаимодействовал с какими-то возможностями, блядь. Взаимодействие с сеткой, да, блядь, обеспечение смартами каких-то процессов, запусков каких-то, блядь. Причем запуски, да, кстати, на протяжении всей своей деятельности я делал какие-то мини-запуски, только мини-запуски, ну, не инфа продуктов, да, а там где-то NFT-коллекция, где-то там с какой-то командой, где-то, ну, вот как-то инвестируя в маркетинг. Я вот этого не говорил, потому что это какая-то, ну, хотелось же выебываться, что у меня механизмы более серьезные какие-то. Мы же про, ну, какую техническую составляющую, но техническая составляющая действительно была. Не знаю, помните ли вы мой пиздеж, когда я в начале февраля, вот, прошел Новый год. Возможно, вы помните, как я выглядел тогда. Ну, типа, сейчас я выгляжу не очень, а тогда мое ебало было вообще на грани суицида. Тогда я впервые начал, начал как-то лезть в арбитраж, но не в арбитраж в стандартном его понимании, да, не арбитраж, блядь, между Турцией и Россией, там, улавливая спред, не арбитраж с централизованными биржами, да, типа P2P, ну, вот, нет, ну, типа, нет истории, а какой-то более автоматизированный тип этого процессинга, построенный тут на сетке, на смартах и на дексах, да, потому что, блядь... А, еще какое-то время я пытался дротиться с роботами и проебал там очень много денег. Вот. Ну, вот так. После этого, ну, в основном, как бы, вот это я все-все и делал, и, типа, и занимался, и, там, блядь, вот это все, а потом настал март. В марте, если бы, скажем, 12 марта, один инвестор, который поддерживал, на самом деле, меня, ну, от самого старта, ну, в смысле, один из первых, кто, ну, прям, поверил в меня, что значит поверил в меня в парадигию данных, да, это первый, кто инвестировал акробенную сумму денег, типа, ну, 650 тысяч баксов, типа. Ну, и перед этим, да, там, какие-то, понятное дело, поменьше были. Опять же, 650 тысяч USDT, да, а не баксов, кто-то помнит, потому что мы разговариваем не про деньги, а про так называемые активы. Так вот, этот инвестор в марте, ну, да, то есть я сначала сильно-сильно ударился в феврале по причине своих ошибок, не рыночных каких-то правилов. Нет-нет, я, ну, типа, я там тупо проебался, проебал много денег, активов, да. И дело в том, что пул инвесторов, чьи деньги я проебал, ну, не все там проебал, но достаточно большую часть, а как проебал, да, короче, блядь, проебал, то есть я эти деньги, часть, ну, подскамился, ну, меня подскамил, ну, как меня, проект подскамился, огромную часть из этих денег, я тупо ошибся в своем конечном прогнозе и сумму, блядь, в активы, которые, ну, блядь, стали неликвидными, но самую огромную часть этих денег, ну, она не проеблась, она встала, и на кошельке, ну, этот кошелек, адрес этого кошелька есть, давайте я его сделаю так. Адрес этого кошелька есть, он на сети ERC-20, там просто стали бабки, я не знаю, они будут стоять до скончания веков, ну, не до скончания веков, до 26-го года, до 12-го февраля, вот, закину, вот, и 15-го февраля я впервые почувствовал, ну, давление ебучее, там, страшно, блядь, угрозы жизни и здоровья, находит все вот та ебать, учитывая то, что, ну, я не взаимодействовал с каждым из них, а то есть взаимодействовал только с, скажем так, фондом, с управлением, ну, в общем, человек, назовем его фанрайзер, да, там, пусть там, не знаю, который, ну, у которого есть определенный пул, он как бы передавал мне все свои эмоции взаимодействия с этим пулом, да, вот, и передавал очень качественно, настолько качественно и проникновенно, что у меня микроинсульт был, блядь, 18-го февраля, вот, и суть в том, что тогда я впервые охуел, и да, Алекс, тут, блядь, я чуть-чуть воды полью, потом буду более предметно разговаривать, здесь я вас постарался собрать, ну, короче, да, вот, и следствием вот этого моего, моего ахуя, да, когда там угрожают, блядь, жизни, нахуй, здоровье, блядь, детей, семьи, когда угрожают, блядь, там, жену, блядь, а я человек неподготовленный к всей этой хуйне, и который столкнулся с этим впервые, испытывая ебанутый страх и тревогу, и всю эту хуйню, начал творить полную дичь, блядь, типа, ну, полный пиздец, вот тогда-то и начался полный пиздец, почему? Потому что, помните вот этот период, когда я, а знаете, еще человек, аудитория, она очень чутко воспринимает лицо по ту сторону экрана, да, и, скажем так, когда ты выставляешь какой-то оффер из нужды, типа, блядь, нужно нахуй заполнить иначе, блядь, пизда, ну, типа, достаточно сложно привлекать деньги, да, ну, а когда, как любит это слово мой друг, изобилие, ну, типа, плюс-минус на отъебись, но как бы есть классная возможность. Деньги привлекаются очень легко, и, ну, слава богу, мне привлекать их было тяжело, потому что, ну, не из изобилия это все шло, да, а из-за животного ужаса и всей такой, вот, ладно, постараюсь пропустить все, сентиментальные воспоминания, блядь, и как и со всеми вами я совершил, ну, в смысле, страшный грех, ну, ладно, мы к этому еще отдельно привлекаемся к моим грехам. Так вот, короче, я начал творить полную дичь, я начал привлекать деньги под условия невыполнимые, нахуй, просто, какие-то под сроки неадекватные, ну, типа, я стал на себя брать обязательства, которые невозможно находить. Вот. Потом еще был марковский пиздец, как раз, когда вот этот мой любимый инвестор, а, ну, резко, короче, понадобилось вытащить весь объем, а этот объем, ну, короче, фатальный был вытаскивать, ну, у меня еще там проблемы с кошельками были, короче, и вот после марта я впал в чудовищную яму, после которой я вообще начал творить безумный пиздец. Ладно, вам, наверное, не сильно интересно по поводу пиздеца, но, что хочу сказать, есть, ну, вот, несколько все-таки фактов, которые я, ну, хочется их все-таки озвучить перед тем, как пройдемся по вашим вопросам. Я, ну, я, когда вам не отвечаю по диабелизму своему, это не по причине, что мне похуй, это по той причине, что у вас 400. А я идиот, я не догадался, ну, создать отдел коммуникации с клиентом, а потом, когда я еще начал творить дичь, ну, у меня здоровье уебало, в смысле, а, и да, еще, кстати, мне хочется, чтобы каждый из вас знал, почему я иногда нахуй пропадаю, почему я, в смысле, ну, по два дня могу исчезнуть. Если что, в это время я действительно сплю. Я не пытаюсь оправдать себя. У меня есть механизм у организма, он выработался с февраля, когда вот этот пиздец пошел. Какие-то люди не могут уснуть из-за стресса. Я, как только чувствую тревогу, стресс или страх, меня клонит сон. Типа, я не могу не уснуть. Типа, блядь, какие бы я там энергетики и стимуляторы не принял, ну, типа, я усну, блядь. Вот, и, ну, вот такой вот защитный механизм, отвратительный и, ну, не самый рональный, особенно учитывая то, что максимальное включение, как бы, в такие моменты требуется. Вот. Что там Алекс еще спрашивает? Планчу будем дальше делать. Так, наверное, планчу будем дальше делать. Давайте я буду, ну, ближе к концу. А у вас там, наверное, какие-то вопросы, и я бы хотел на них ответить. Поднимайте руки. Если не будете поднимать руки, я пойду текстовое ваше замечание почту. Вот. Кто-то поднимает руки. Андрюха. Андрюха мой золотой. Ох ты, блядь, сейчас разнос Сереги будет. Давай, брат. Андрюха. Нажимай на микрофон, ты можешь говорить. Ага. Слышно меня? Да. У меня вот такой вопрос. Я заходил в конце января. Четыре месяца назад. А, даже пять месяцев назад, да? Ну, я заходил в январе, и на два месяца у нас сделка должна была быть. Да. Соответственно, перед этим и уже в процессе была трансляция в Инстаграме тоже там на 100 человек, в которой ты четко показывал, ну, собирался показать механизм, опять конкретики не было, но там ты сказал, ребята, смотрите, вот у меня есть 14 там параллельно работающих механизмов, которые все приносят деньги, и если даже один, два, три не сработает, нам все равно, потому что у нас есть куча резервных механизмов, и все будет хорошо. Да. То есть твой оффер, когда ты говорил, давайте привлекаем денежки, он заключался в том, что не получиться не может. Да. И сейчас ты рассказываешь о том, что, по сути, никакого конкретного механизма не было, ты пробовал разными способами заработать на эти привлеченные деньги и получить какой-то на выходе результат. И в результате ты еще нарвался на скам, еще куда-то. Мне непонятно. Оффер у нас был. Вот тот оффер, который ты перечислил, вот тот оффер, про который ты сказал, это как раз, ну, типа, совокупность различных механизмов, диверсифицирующих друг друга, грубо говоря. Вот то, что я сказал до этого, где, блядь, я пробовал все, что можно, и там, бла-бла-бла, там было очень много разных инструментов. Это именно оно. Ну, то есть, по факту получается, что четкого механизма не было, ты просто привлекал инвестиции и пробовал разными способами на них заработать, включая, какие-то из них скамнулись, какие-то не получились, какие-то зависли. И параллельно вопрос, что значит, деньги застряли на кошельке, мне вот тут непонятно. Деньги могут застрять не в кошельке, деньги могут застрять в смарт-контракте, до 26-го года. Если деньги лежат на кошельке, что значит, они застряли на кошельке? Как они могут застрять в смарт-контракте? Каким образом деньги застряли? Нет, смарт я знаю как. Ты сказал, в кошельке застряли. Я не понимаю, как в кошельке могут застрять деньги. Хорошо. Объясни тогда, как могут деньги застрять в смарт-контракте? Ну, типа, что это значит? Ну, смарт-контракт – это программа, которая выполняет прописанные в ней условия. Соответственно, если где-то в смарт-контракте прописано, что ты захолдил там USDT-шки до 26-го года, то тут ты уже ничего не сделаешь. Они уже будут, согласно смарт-контракту, заблокированы до 26-го года. Именно по условиям смарт-контракта. А где будут заблокированы? Там, где прописано смарт-контрактом. Это может быть либо та же самая DeFi-биржа, либо это… Ну, короче, это может быть любое место. Ну, ты хочешь сказать, что они вот в этом кошельке и заблокированы? Нет, подожди. Вот ты сейчас все, что ты описываешь, деньги могут застрять только в смарт-контракте. Смарт-контракт, ну, типа, ты имеешь в виду, что они могут застрять… Застрять на сетке где-то, типа, или где-то на программе? Ну, по условиям смарт-контракта, смотря, что написано. То есть, грубо говоря, деньги заведены на этот кошелек, они будут там лежать, пока смарт-контракт не кончится. Вот я пытаюсь понять, что значит деньги застряли. Мы много раз этот вопрос задавали все. Вот мне непонятно, что значит деньги есть, но они застряли. Вот в чем они застряли, почему их нельзя забрать до 26-го года? А вот все, что ты описал, смарт-контракт формирует взаимодействие между блоками или одного блока, то есть кошелька. То есть деньги могут застрять, как ты сказал, или на DeFi бирже, которая, блядь, тоже является совокупностью блоков с определенным пакетом смартов. Или на блоке, на кошельке. То есть где-то в сетке бабки застрять не могут. Алло? Я слушаю тебя, да, я слушаю объяснение. Да-да-да, здесь. То есть, как я в смысле это и говорил, насколько я помню, и тебе это говорил, то, что ты сейчас озвучил. Единственная причина того, что деньги могут застрять на кошельке, это действительно противоречие в смарте или где-то, блядь, ну, в общем, да-да-да. Деньги могут застрять, могут уйти вообще в смысле поведения. А крипты на, блядь, ебаный ERC-20 регулируются только смарт-контрактами, ну, и общим стандартным протоколом, да? И да. Ну, то есть, то, что ты сказал, то, что я, насколько помню, я с тобой это обсуждал, ну, в смысле, деньги по той причине и застряли. Из-за, ну, во-первых, там, блядь, не только на одном кошельке, там, слава куплен с кошельков, и, ну, да-да-да, это в смысле ошибка в смартах. Понятно. И, насколько я помню, мы с тобой это обсуждали. Возвращаясь к первой части вопроса, то есть, деньги были привлечены под гарантией того, что с ними ничего не может случиться, что у тебя все зарезервировано. У нас есть лозунг «Галантер ненавидит риски», все должно было быть гарантировано хорошо. По факту деньги привлекались не под гарантированные механизмы, а под твои эксперименты. Получается так. Дело в том, что мои эксперименты, тесты проводились только с моими активами. То, что ты называешь… А у нас что на камере? То, что ты называешь экспериментом, являлось, ну, по крайней мере, по моему мнению, достаточно критическое количество раз. Ну, то есть, я проводил тестирование на активах своих, и причиной того, что деньги, ну, что-то с ними произошло, сгорели, застряли, блядь, ну, то есть, произошло то самое, что не должно было происходить, да? Ну, как бы, в смысле, это не причина того, что они были в эксперименте. Это причина того, что, ну, или я провел недостаточное количество тестов, или, в смысле, я просто ошибся. Это не значит, что, ну, я, блядь, брал деньги и хуевертил ими как угодно. То есть, сначала, по моему мнению, достаточно, как количество тестов инструменты проходили, ну, как периодически оказывалось, недостаточно. И, ну, то есть, это не были эксперименты. Ну, то есть, инструмент, который работает на протяжении 30 лет, на 31-й год, тоже может въебать. Я услышал. И последний вопрос. У нас с тобой была короткая сделка на 25 тысяч USDT. Эта сделка была на максимум 4 дня, ты говорил, 1-4 дня. Все у нас там должно было быть хорошо и быстро. Во-первых, это был у нас с тобой... Это у нас с тобой был конец марта. То есть, это было там 26 марта. Где-то 28-26, да. Да, то есть, получается, что уже все было сильно плохо. При этом ты мне говоришь, что у нас все хорошо, ячейка охренеть растет, давай закинем на 4 дня, зайдем в УИГ. И деньги эти до сих пор, собственно говоря, у тебя. То есть, мне тогда интересно, что это была за история и почему деньги не вышли. История заключалась в том, что вообще все вот эти предложения, экстра-оферы про, блядь, суперкороткое количество дней, ну, за исключением вот последних 10 дней про это я вообще отдельно скажу. Вот когда ты, Андрюха, заходил, вот я прям вижу многих из вас авантюристов. Вот, Андрюха, Егор, ладно, похоже, что еще. Суть в том, что вот эти истории про короткие сроки и, ну, большие доходности или небольшие доходности, это всегда были истории про то, что где-то нужно было закрыть объем срочно по какой-то причине. Объем сделки или, там, не знаю, сделка страхования, там, как будто, блядь. И объема не хватало по той причине, что заявленный ранее, как бы, участник, да, инвестор не успевал, ну, типа, собрать полную сумму и, типа, ему для этого, вот для вот этой оставшейся суммы нужно было 4 дня. И, то есть, я предлагал вам, типа, погнали, потому что инвестор, ну, или я являлся этим инвестором, да, за то, что, ну, как бы, ему, грубо говоря, помогли перехватиться на вот эти дни, он, как бы, благодарил. Почему и эти деньги встали? Потому что этот инвестор не появился. И, то есть, эти деньги, они, а, вот, еще ты сказал фразу, а эти деньги у меня. Ну, по факту, как бы, учитывая то, что ты мне их отдал, в зависимости от того, что с ним стало, эти деньги, ну, как бы, да, у меня. Фик, ну. Хотя Андрюха такой красивый. Так вот. Но, вот тоже стоит понимать всем. И, кстати, да, да, грешил я всякой хуйней. Все вы это отлично знаете. Ну, еще одна моя тупейшая черта. Когда произошел въеб, не говорите об этом въебе. Ну, ты только что сам сказал, что в начале марта начались проблемы, ты начал творить дичь и называть нереальные сроки. То есть, я так понимаю, это и случилось. Ты, желая привлечь инвестиции, объявил мне, что это будет 25 тысяч долларов на 4 дня. На самом деле, ты на 4 дня и не рассчитывал. Ты понимал, что это будет дольше, но тебе нужно было срочно, и поэтому ты назвал такой срок, который меня, соответственно, устроил. Нет. Так я тоже делал. Но, нет, вот именно вот так, когда тип, нет, вот именно так я не делал. Я действительно опрометчиво называл доходности, но не сроки. Да. Потому что, когда я говорил тебе эти 4 дня, я, ну, в смысле, отталкивался от того, что этот объем должен был, ну, в смысле, заполниться через 3 дня. И типа, ну, одного бы дня мне хватило бы выдать. А то, что ты говоришь, ну, происходила какая-то хуйня, ну, она происходила, да, но она происходила, ну, в тот момент, ну, в другом секторе. Она происходила там, дичь с большим объемом, с огромным. И знаешь, про что я говорю, когда говорю, ну, я начал творить ебанцу. Когда я говорил, ребят, заходите на 10 дней под, блядь, 40 процентов. Когда я говорил, ну, типа, вот эта дичь, которая, в смысле, то и продолжилась, и типа, каскадом обошла. Ну и в итоге, что случилось за эти 4 дня? То есть, выплаты нет до сих пор. Мне непонятно, что произошло. То есть, у нас эта сделка, она была вообще отдельная, она не относилась к остальным механизмам. Ты сказал, вот есть уникальный вариант, сейчас там биток у нас вверх шел. С моей стороны, это выглядело, как как раз таки профит на растущем биткоине, да. То есть, ты сказал, ребята, там биток прет, вот давайте, перед этим, причем, ты собрал группу, ребята зашли сроком на месяц, а вышли через день. Ты сказал, я достиг доходности за день, а не за месяц. Все, он все выплатил, в чатах есть эти все объявления. И давайте повторим такую же тему, вот опять день максимум 4, и у нас все получится. Говорю еще раз, выплаты нет до сих пор, что не получилось? Что пошло не так? Там же гарантированно у нас все было. Дело в том, что гарантированно, когда я говорю, что гарантированно, я выступаю гарантией в чем-то, я являюсь человеком, могу ошибаться, как я это и делал, блядь, последние, нахуй, полгода. Что стало с деньгами? А, кстати, если что, просто, чтобы все понимали, у Андрюхи, Андрюха, я тут сейчас посмотрю, да-да, Андрюха, Андрюхи больше всех у меня висит. Да, вот я вас всех смотрю, Андрюха огромный в плане объема. Есть больше, Сереж, есть больше и дольше. Есть больше намного. Дольше, дольше и больше, дольше и больше нет. Больше и дольше нет. По... Какого марта ты зашел? Я зашел 29 января. Мы тремя частями заходили с тобой, первая сделка 29 января. Есть. Максим здесь. Сейчас я найду Максима. Если... Да, Максим здесь, вот Максим сильно больше и дольше, да, это правда. Ты прав. Так, на какой вопрос я там должен ответить, Анатолий? Вопрос, что случилось, если все у нас было гарантированно, это был абсолютно отдельный механизм над всеми остальными, это не имело отношения к каким-то длинным сделкам, это вот короткая сделка, зашли-вышли. Вот ты упомянул перед этим, что типа я взял на какое-то большое количество дней, но только не спустя день вроде. А, или спустя день. Да, наверное, спустя день. Мы вышли, я сказал, вот мы и достигли. Что это было такое? Во-первых, вот как я перед этим описал механизм, собирается по инвесторам под какой-то процессом. Участники эти утверждаются тысячу раз, у них огромные объемы, и их не сильно много. И один из них, вот все, что я до этого рассказывал, и один из них, ну, как бы не это, не успевает собрать полностью, и ему нужно на это 4 дня. Но доходность, ну, в смысле потеря доходности, ну, а суть в том, что если он типа не добьет вот этот пул, то пройдут как бы все. И потеря доходности общая, она ничто по сравнению с тем, что он может предложить тем, кто может ему помочь. Да, вот как типа на 4 дня, пока он типа не соберет. Ну, я грубо-грубо говоря. И вот если предметно говорить, сейчас секунду, если предметно говорить, вот именно в том случае, что в первый день, что в второй. Беря, грубо говоря, я взял USDT, заполнение пула было в битке. планировалось, что необходимо заполнить вот этот объем, правда, там что-то было на 7 дней или 8, но инвестору понадобился, типа, ну, не помню, чтобы один день, может, и один день. Понадобилось, ну, типа, очень малое количество времени. и по этой причине, ну, типа, все вышли раньше. Ну, как бы все. Я совсем вот этим объемом. А в совокупности с тем, что я принимал USDT, покупал биткоин, и ходил биткоином, ну, сложный рост биткоина, плюс тот процент, что давал этот заемщик, так скажем, он и дал вот этот цифр. Что произошло, вот, типа, что за вьет? Вот, кстати, Егор, кстати, мне кажется, мне кажется, в нем же, да, Егор, мне кажется, в нем все участки. Так вот. Вот то же самое, та же самая история, ну, там был просто вход разных булов каждый день. и та же самая история, только, во-первых, инвестор не зашел, и, во-вторых, кстати, вот именно в том случае, блин, это надо, честно говоря, точно, я не помню, но вроде бы, там никакого скама не было, там, что-то, то ли токен, сейчас погоди, переписки с тобой посмотрю, бля, не, ладно, так, ребят, у нас, вот я сейчас на этот вопрос отвечу, и у нас будет перерыв на 20 минут, мне нужно очень закрыть одну задачу, а, я вспомнил, суть в том, что, здесь, суть заключается, ну, короче, почему там, почему там пауза, почему, блядь, все, все это въебалось, вот, все то же самое, да, все то же самое, что я до этого говорил, инвестор не зашел, но, почему, в смысле, ну, по окончанию сделки, почему же, блядь, не это, блядь, не закончилась эта сделка, во-первых, потому что, ну, потому что она длительностью была до, там, типа, несколько месяцев, то ли до мая, честно, вот, вот, мне действительно нужно срочно, блядь, закрыть одну задачу, мне нужно на это 20 минут, и я вернусь, и, короче, и продолжу, а, так, чтоб не казалось, что, типа, я, блядь, слился на, блядь, вопросе, закончу, это была история про то, что, человек, чей объем заполнили, который должен был вернуться, выплатить, типа, да, он не появился, ну, типа, ну, типа, не зашел в эту сделку, это первое, второе, это сделка была на длительный срок, на 4, короче, до июня или июля, и, пятое, в, в мае, в апреле, или в середине апреля, или в мае, вся эта сделка ебнулась. Андрей, вот, точечно, тебе, так как ты участвовал в этом, я могу тебе, ну, показать, скинуть ссылки, там, и так далее, по этой сделке, но только тебе. Вот, так, все, я пошел, решать у меня, ну, реально горячая задача, безумно, вот, через 20 минут приду. Вы можете пока писать вопросы, там, в комментариях, я буду на них читать. Че. Че. Че.